Это был самый массовый и самый результативный советский истребитель-перехватчик. Он служил в частях авиации противовоздушной обороны более 30 лет. Су-15 Павла Сухова в фильме «Оружие». В начале 60-х годов на Западе появились новые ударные авиационные комплексы. Это заставляло советских военных вырабатывать ответные меры. Зенитно-ракетные системы находились еще в стадии становления и не могли дать гарантии от прорыва бомбардировщиков противнику. Требовались истребители ПВО, способные атаковать цели не только на догонных, но и на встречных курсах, или, как говорят летчики, в переднюю полусферу. В то время советские военно-воздушные силы имели на вооружении несколько типов перехватчиков. Самыми скоростными и высотными среди них стали самолеты, созданные в конструкторском бюро Павла Сухова, Су-9 и Су-11. Однако их возможности были ограничены. Установленная на Су-11 радиолокационная станция «Орел» обеспечивала захват цели на расстоянии всего лишь 25 километров. Перехватчик был вооружен первыми отечественными самонаводящимися ракетами Р-8М. Они имели небольшую эффективную дальность стрельбы – 10-12 километров – и могли поразить цель только на догонном курсе. Ракета шла по релью лучу. То есть она не самонаводилась, как в дальнейших сериях. И надо было сопровождать цель после пуска, пока она ее не поразит, что очень затрудняло пилотирование. Чтобы повысить боевые возможности суховских перехватчиков, требовались новые радиолокационная станция и ракеты. Но более мощные радиолокаторы были крупнее по габаритам и в конструкцию имеющихся истребителей не вписывались. У Павла Сухова возникла мысль отдать электронике всю носовую часть самолета, а воздухозаборник расположить по бортам фюзеляжа. Рядом с радиолокатором можно было разместить и батарею реактивных снарядов. Так началось проектирование одного из первых в Советском Союзе самолетов с боковым воздухозаборником. Непосредственно руководил работами Николай Зырин. Зырин Николай Григорьевич. Конструктор авиационной техники. Герой социалистического труда. Лауреат Ленинской и Государственной премии. Годы жизни. 1909-1992. Родился в рабочей семье. Окончил Московский авиационный институт. Работал в конструкторских коллективах Поликарпова, Петлякова, Месищева. С 1959 года главный конструктор КБ Сухова. Для истребителя с резко увеличившейся массой уже не хватало тяги одного двигателя. Пришлось вставить две силовые установки и два плоских воздухозаборника в корнях крыла. Радиолокатор занял всю носовую часть фюзеляжа. Поэтому от идеи размещения там реактивных снарядов пришлось отказаться. Треугольное крыло тонкого профиля, хвостовое оперение и стойки шасси были взяты без изменений с предыдущих конструкций. В результате самолет приобрел законченный вид классического сверхзвукового истребителя второго поколения. 30 мая 1962 года летчик-испытатель КБ Сухова Владимир Ильюшин поднял в воздух опытный экземпляр перехватчика Су-15. На нем был установлен новый радиолокационный прицел с большой дальностью обнаружения и захвата воздушных целей. Прочность конструкции позволяла развивать сверхзвуковую скорость даже у Земли. Мировая авиация в то время аналогов этому самолету не имела. Государственные испытания нового перехватчика прошли быстро и без серьезных замечаний. Самолет летал на больших скоростях, легко достигал расчетного потолка. Единственным недостатком была малая дальность полета. Поэтому конструкторы увеличили объем топливных баков. 30 апреля 1965 года самолет был принят на вооружение в составе комплекса перехвата Су-15-98. Он включал самолет Су-15, бортовую систему вооружения с радиолокационной станцией «Орел-Д» и ракетами Р-98, а также наземную часть, комплекс автоматизированного наведения. Ракеты могли поразить воздушные цели, летящие со скоростями до 3000 км в час на высотах до 23 тысяч метров. 9 июля 1967 года машину показали на воздушном параде в Домодедово. Су-15, истребитель-перехватчик. Длина 22 метра. Размах крыльев 8,6 метра. Максимальная взлетная масса — 17 тысяч килограммов. Силовая установка — два турбореактивных двигателя Р-11Ф тягой по 6200 килограммов. Максимальная скорость — 2230 км в час. Практический потолок — 18500 метров. Практическая дальность — 1550 километров. Боевая нагрузка — четыре управляемых ракеты класса «Воздух-воздух». Серийное производство Су-15 началось с 1966 года на заводе в Новосибирске. В следующем году машины стали поступать в строевые части ПВО. Су-15 сразу же заслужил доверие пилотов своими высокими летными данными. на Су-15 стояли два двигателя Туманского, капановка, крыла другая. И устойчивость, управляемость он сохранил, потому что крыло треугольное. Но, значит, она немножко, я бы сказал так, тяжеловатая, но в воздухе на ней летать очень приятно. И самое главное — самолет надежный. У нас на Су-15 очень мало неприятностей было. Бортовое радиоэлектронное оборудование и вооружение самолета позволяли эффективно выполнять задачи противовоздушной обороны. Хороший процел с большой дальностью. Ракеты 4 можно компоновкой и с реагационной головкой, и с тепловой головкой. Прекрасное навигационное оборудование. Даже вот такие вопросы, как стрельба по мишеням, это не представляло для летчика никакой сложности. Если взять, например, сбить мишень высотную на высоте порядка 18-19 тысяч метров в переднюю полусферу, самолет Су-15 мог сбивать с целью в переднюю полусферу. Это очень важно для авиации противовоздушной обороны. То, значит, на Як-28П там тоже стоял Орел, прицел, тоже мог поражать с целью передней полусферы. Но там луч 2,5 градуса при захвате целей. Он не всегда, не всякий летчик мог справиться с его управлением. Хотя сзади сидел летчик-оператор. На самолетах первых серий проявились и некоторые недостатки конструкции, связанные с применением треугольного крыла. Посадочная скорость была слишком большой, а потому опасна. Машина могла выкатиться за пределы полосы. Порой не помогал даже тормозной парашют. Стреловидное крыло, оно имеет несколько выше качество. Оно, несколько, может быть, лучше несущее его возможности. И даже на более малых скоростях. А треугольное на малых скоростях, оно теряет качество, и оно, как бы, начинает падать. Избавиться от этих проблем удалось на следующих модификациях Су-15, которые имели крыло переменной стреловидности. Су-15 мог перехватывать цели в широком диапазоне высот и скоростей. Обычно он работал совместно с наземным комплексом наведения в воздух-1М. Нарушителя засекали на большом расстоянии с помощью стационарных радаров. После этого на перехват поднимались истребители. Их наводили на цель по командам с земли. На определенной дистанции в работу включался бортовой радиолокатор перехватчика. Пилот выполнял поиск цели. Обнаружив ее, производил запрос по системе опознавания «Свой-Чужой». Этой системой были оборудованы все советские самолеты, и военные, и гражданские. Когда радиолокатор истребителя фиксировал цель, она должна была ответить «Свой атаковать нельзя». Если цель не отвечала, пилот принимал решение о ракетной атаке. Изначально Су-15 задумывался и строился как истребитель для решения больших задач. Потенциально объектами перехвата, кроме высотных разведчиков, могли быть крылатые ракеты первого поколения и стратегические бомбардировщики. Реально в условиях холодной войны приходилось взлетать на перехват самых разных целей. нередко нарушителями были частные самолеты, которые заходили в воздушное пространство Советского Союза в результате навигационных ошибок. Су-15 был самым результативным истребителем-перехватчиком авиации ПВО. На его боевом счету участие в двух широко известных инцидентах. В обоих случаях это были пассажирские самолеты. 20 апреля 1978 года в Карелии был перехвачен и принужден к посадке южнокорейский Боинг-707. 1 сентября 1983 года Су-15 сбил над Сахалином еще один южнокорейский самолет Боинг-747. Су-15 послужил базовой моделью для нескольких экспериментальных самолетов. Одним из них стал истребитель с укороченным взлетом и посадкой. Он был оснащен тремя дополнительными подъемными двигателями. Первый полет на этой машине Владимир Ильюшин выполнил в 1966 году. Позднее она была продемонстрирована во время воздушного парада в Домодедово летом 1967 года. Су-15 стал самым массовым советским истребителем-перехватчиком. Он стоял на вооружение 29 авиационных полков, которые дислоцировались во всех регионах СССР. Всего было построено 1400 таких самолетов в нескольких модификациях. Су-15 служили в частях противовоздушной обороны страны более 30 лет. Последние экземпляры были сняты с боевого дежурства в 1996 году. В начале 60-х годов конструкторское бюро Павла Сухова приступило к разработке уникального самолета. По скорости, дальности полета и ударным возможностям у него не было аналогов в мировой авиации. Субтитры подогнал «Симон»